Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! С вами Уди. Сегодня мы делаем обзор на карту Rocket Launcher. Мапа варкапа проходил он с 18 марта по 25 марта, с субботы по субботу, как обычно по традиции. И маппер был Жан. Закончился он недавно, как недавно, после окончания варкапа. Ну вот, 25 он. Вот такие взрослые люди у нас. Итак, в общем-то. Давайте посмотрим, что у нас за карта. Ну, что я могу про нее сказать. Появляемся, мы на старте. Я, к сожалению, на нее даже тайм не стал ни разу. Я не помню проходит. В общем, я мало здесь читаю. Вижу здесь рокет и вентилятор, который крутится и вроде ничего не дает. Вокруг у нас какая-то яма, которая не убивает, вроде не телепортирует ничего. То есть сюда можно прыгнуть. Запускает старт таймер. Да, старт таймер начался. По периметру, по всему периметру, на одной высоте старт таймер. Вот здесь вот получается старт триггер. То есть если она сзади падает, то вот здесь он напился. Здесь спереди, если падает, то здесь он напился. То есть получается, что лучше всего пинать его где-нибудь, вот как можно дальше, вот где-то здесь. Да-да-да. Вот. Так что у нас вначале, как я понимаю, ну да, надо прыгать куда-то вперед и идти или направо или налево. Ну и у нас 50 ракет, целых 50. Да, это много, но дело в том, что у нас 100 хп. То есть если я выстрелю раз, не знаю, два, три, я умру. Поэтому приходится, придется, наверное, экономить очень сильно. Так, что у нас тут дальше есть? Допустим, проход и какой-то синий этот. Здесь, видимо, нужно один ракет тратить. Да, здесь 100% один ракет тратится и дается мига. О, мига, мигу дали. А ее дали здесь триггером, да? Да-да-да. Только запрыгнул. Вот, три больших. Ну и далее. Дальше, дальше, дальше. Вот, вот, вот какая штука оказывается. Я ее, в общем ее сложно заметить. Она желтенькая, вроде как все светится, но она тут есть. Кстати, да, первые минут пять я бегал по карте, я тупил, я не видел просто, вот, потому что она сливается. Она очень сливается стенкой и... Как это не называется? Ну, это неуязвимость, как это по-английски. Баттл Севид. Баттл Севид. Да. Хорошо, дальше, после. Потом у нас идет поворот направо, мы ее берем и можем спокойно шмалять во все стенки, которые только можно. Видимо, с двух сторон мы проходим сюда, здесь у нас проход обратно, мы идем, и тут прямо, там назад. Проход какой-то. А, еще при старте у нас вот в правом нижнем углу есть, так, могу показать, один фраг, один фраг у нас, то есть нужно найти где-то здесь на карте фраг, после чего финишировать. Допустим, вот я упал вниз. Здесь два прохода, один вперед, один назад. Ну, сходи назад, что ли, вначале. Что ж? А, фуф, я подумал, что забрали ракеты. Подъем, 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 и нет, и не пишет, ну, да, он обычно должен написать, что ли. Хорошо, идем в другую сторону. Да. Большой такой проход. Здесь видно, наверное, можно или сверху, или снизу. Ладно, сверху пойду. И здесь мне дали квад, то есть у меня теперь... А, здесь лик еще. После... А, вместе с квадом мне ожидали еще этот... Еще бс. Нет, фраг, фраг. А, фраг, да-да-да. То есть карту нельзя финишировать, если вы до сюда не дашли, если вы не взяли квад. Так, квад дают здесь в конце, да? Да, вот пять, шесть, семь фрагов у меня уже. Восемь фрагов. Скорее всего, это и есть финиш. Да, вот он. 3,14. Я попробую хоть как-нибудь побыстрее пройти. Эээ... Вот, 27. Ну, да, примерно так. Есть. Эээ... А, не зацепится бы. Эээ, такая паника. А, здесь еще сверху, а потолок можно дариться. Угу. Ну, тут желательно сверху проходить. Вот так даже видно. В принципе. Вот, и финишка. Ну, то есть небольшая карта, очень много ракет, но если вначале их две всего используется, то... Дальше получается, что на все стены во все, что можно. Ну, ракет, да, в принципе, хватает тут. Да, давайте ты показывай, что здесь хорошего есть. Ой, ну... Так, ну, в общем-то, начало, да, такое же, можно сказать. И вот этот вот момент. В CPM тут, понятно, надо максимально сохранить скорость при взятии МБСа и делать ГБ. Буст. Я использую 2Х. То есть там летите. Пускайте наперед. Сейчас. Вот так вот. Таким макаром. И делайте, ну, либо буст, либо от стены просто отталкивать ракетами. Да. Да, будет скорость хорошая. Но этот роут больше подходит для VQ3, поскольку в CPM можно... Ну, имеется AR-контроль и можно просто поворачивать на высокой скорости. Там 1800, 1700 можно особо без потерь, ну, не то чтобы без потерь, а повернуть и сделать хороший буст дальше и без 2Х. Ну, с 2Х медленнее будет. Это даже тестили мы там, когда она вышла. Дальше у вас ракет спам, спам, спам. Тут тоже, по идее, несколько вариантов можно падать либо на эту платформу и скимить вот эту, как, в угол. И дальше продолжать. Это будет, получается, плюс 1 рокет, в принципе, и в принципе это выгоднее. Либо отсюда сразу, ну, отсюда сразу туда. Да, и там скорость настолько большая, что рокет еще не успеете выстрелить. Это, по идее, вроде как бы полегче, но медленнее, как бы выяснилось. То есть можно вот так вот повыше. На верхний пад получается. Да, да, да. Ну, вот так примерно. Ну, здесь, естественно, для ЦП можно делать ГБ. Ну, какой ГБ здесь Слик? Ну, по сути, ГБ. Как бы. Отставил рокетом и со Слика прыжок. Угу. Ну, и Ваку-3. Тут тоже можно даже ГБ назвать. Благодаря Слику. Здесь очень интересный спам. Тут надо будет. Рокетами угол очень хорошо чувствовать. Правильно. Да, потому что... Вот сейчас покажу. Вот в этом вот моменте там скорость 4,505 тысяч. Вот когда там летите. Ну, по идее, должна быть как для топа, да. Вот здесь вот в этом туннеле. Если слишком сильно и высоко летите, или делаете где-то вот около края джамп, то вы ввязаетесь просто вот в одну из этих выступов. Ступеник. Антиступеник. Антиступеник. Антиступеник, да. Антиступеник, да. И поэтому тайм уже не ставить. Ну, сейчас примерно постараюсь один раз хорошо пройти. Что-то ГБ не получается. Так, ну, карта, в принципе, хорошая, мне изначально понравилась. Особо по роутам нету, конечно, разнообразия, но есть вот буквально два-три варианта, которые можно проходить. И среди этих вариантов, по идее, игрок мечется просто, он не знает, какой быстрее, какой лучше. Ну, что они все, кажется, на первый взгляд, как-то... Вот, можно вот так вот. То есть это плюс один рокер будет. Вольф. Примерно. То есть примерно бывает так. Если вы что-то делаете не так, то вы врезаетесь. Но я сейчас мог, кстати, рекорд поставить. Ну и финишируйте. Вот и вся карта, по идее, она 13-14 секунд. Не очень длинная, но динамичная, очень интересная. И VQ3 очень интересно будет посмотреть. Посмотрим. Так, ладно. Приключаемся на просмотр демок. Угу. Пора бы. На карту такая, особо про нее ничего не скажешь. Так. VQ3. Начнем с VQ3. Так, VQ3. 27. Сейчас я посмотрю. МДФ, CPM VQ3. Они 17-5. Это у нас первое место в VQ3. От гетто. И 15-2. Это у нас будет где-то второе... Да, второе место в... CPM от мила. Хорошо. Начнем с... Кумбыча. Кумбыча. Мэйплей. 27 секунд. Сколько 3? Россия. Не второе место, там, по идее, первое. Потому что овчарка вне дедлайна. Нет, там как раз и второе вроде. Ладно, сейчас вернемся, посмотрим. Угу. Он нашел, кстати, этот... Да. Да, без него, кстати, не пройди, по-моему. Да-да-да, без него никак. Ну, в принципе, достаточно неплохо. Особых затубов таких нету. Прям просто... Четенько все проходит. Почти. Почти воткнулся. Да, ну не плотно. А, да, первое, кстати. Дальше. Fios. CPM. 24.8. Быстрее на 3 секунды. На две с половиной. Да, посмотрим, что подложит. Да. Интересно, с какого тайма начинается 2x. В стену туда. Очень медленно подбирал у нее Z. Atlas fluid. Спаун все ракеты. В принципе, хорошо. Да. Ну, в целом, вот остальной рокет спаун. Он воткнулся очень сильно. О-о-о. Да-да-да. Помахнулся ракетом. Ну, в принципе, можно сказать, что даже исправился. Почему-то его прям помотало, как будто ее мышка в воздухе начала вести. Ну, у нее, кажется, соса очень большая. Ну, да. Может быть. Мог сделать быстрее, если бы не затопил два или там три раза. Да. Ну, было бы там около 20, мне кажется. Да, наверное. Было бы. Сразу на позиции поднялся бы. Угу. Так. Декус. Россия. Плей. Побыстрее на две соточки. Посмотрим, было бы там, было ли быстрее, либо были те же затупы. Ну, кстати, побыстрее, наверное, да. Да, он начало не так много тупил при подборе Батла Свита. Ну, там вопрос даже с пейсингом, наверное, с чем-то тупил не тупил. Проход очень медленно залетал, мне кажется, там можно было еще несколько ракет потратить. Он боялся, что воткнется во что-нибудь. Да-да, но он просто четенько прошел, не торопясь, как бы. Просто без лишних каких-то, как, без запинаний. Дальше. Мод. Хулиган. Плей. 23.0. Быстрее еще на полторы секунды. Угу. Посмотрим, что нам покажет хулиган. Хорошее начало. Дальше. Отлично. Спал ракет он хороший. Да. Здесь можно было одной или две ракеты запустить где-нибудь. много скорости потерял. Ну и финиш неплохой. То есть, если бы он вначале больше ракет использовал, точнее после подбора этого клада, то быстрее бы прошел. Угу. Угу. Дальше. Угу. П4Б паба. Россия. Плей. На 500 побыстрее. В принципе, очень приятно, что паба растет. Я прям вижу уже хулиганы обыгрывает. Так что в перспективе. Там, по-моему, на двороке-то даже можно было чаще стыкать, приобрать. Ну, тут в ИКУ-3 видишь, в чем сложность. Тут нету air-контроля. И поэтому вот тот туннель, который после квада летишь. Есть же квад. Там же он такую скорость дает. Ты можешь просто стрельнуть в стену. Главное, правильный угол выдержав. И на этой огромной скорости влететь в эту дырку в туннель. Ну, вот. Просто в углу. Потому что не очень опытные игроки. Им тяжело это дается. Я вот по себе знаю. То, что у меня у самого. Я в ИКУ-3 особо не играю. У меня у самого, как бы, бывает. Рокетом выстрелишь. Тем более, с квадом тебя отнесет куда-нибудь. И ты все зафейл. Так, ладно. Далее. 17-9. Отдат Винтер. Россия. Плей. Быстрее на 4,5 секунды получается. Сейчас посмотрим. Однополченец. Становец. Хорошее начало. Да. Спамы тоже хороших. Ты прилипал к стенкам пара раз. Малой скорости. Вот, вот так надо, да, да, да. Ну, вот он, да. В принципе, уже топ. Очень-очень хорошо пошел. Ну, и Кет, даже быстрее Кет прошел на 400. Плей. Посмотрим. Может, у меня где-то есть. Прекретная среза. Может быть, он сделал 2x. Посмотрим. Да. Хотя, мне немного скорости дало. Но это все равно побыстрее. Даже вот эта сотка. У него спам немножко, мне кажется. Да, почаще. Он чаще стрелял на один рокет. Вот здесь. В последнем проходе. Да, да, да. Ну, что же, из ВК3 сделал только Кет 2x, что, в принципе, дало ему, по сути, внимание. Ну, у него, ну, чуть-чуть дало, но, мне кажется, основное был пам-сквадом. Там на нем чуть больше скорости. Времени. Ну, тоже такое, да. Так, дальше. Ну, ВК3 кончились динки. Да. СРБМ переходим. Раз. Пумбыч. Опять Пумбыч. Тоже на последнем месте. Мог бы постараться чуть-чуть. Хоть в одной физике. Не на последнем месте. Ладно. Плей. Может быть, и старался. Может быть, не смог. Может быть, еще неопытный. И я вообще, я так понимаю, играют, кстати, намного больше людей в варкап. Конкретно варкап. Прям специально. Сначала почему-то не выстрелил ракетом. Как-то мне осозналось впечатление, как будто мы ВК3 сейчас смотрим. Ой, он сколько скорости потерял. Притормозил. И сейчас притормозил. 23,8 получилось. Демка. Он мог спокойно снять те же полсекунды и секунду, если просто в самом начале выстрелил ракетом стену. Да. Был бы уже не на последнем месте. Ладно. Может быть, как-то не сообразилось. Всякое бывает. Арткор Россия. Плей. Я к чему говорил-то? То, что многие люди просто не шлют демку. Хотя играют. Потому что боятся. Почему-то незавтра. хорошо. Ну, я вот салат вроде. Здесь не страшно. Я, пожалуйста. Ну, вот что я рак там буду сладким. Пацаны, шлите. В этом-то и дело. Тем более сейчас пилиться обзоры вот эти. И мы можем, допустим, направить вас в нужную сторону для развития. Как, ну, например, дать какой-то отдельный совет. Как, например, хардкору. Не знаю, что сказать. Играть чаще. Побольше тренироваться. А, слушай. А что, демку все еще идет, да? Да, у него можно выставить в настройках. Да, да, да. Только времени после накатания. Он должен записываться. Мягкий пуз. Россия. 21,7. Плей. Гатрия на 3. Топ-3. На 2 секунды. За 2 секунды. Нормальный ракет в начале. Поворот. Без бустана. Но очень хороший такой. Стандартно, в принципе, стрелял. Нигде больших затупов я пока не вижу. Вот единственная склада, можно было как-нибудь почаще постараться стрелять. Да. Вот таких больших промежутков надо стараться избегать, когда у тебя есть склад, есть ракет, но ты летишь и не стреляешь. Тем более есть прямая. Да. Нужно прижиматься к какой-нибудь стенке и прям спамить, спамить, спамить. Так будет быстрее намного. Главное, не знаю, попытаться чисто пройти разок. Ну тут же опыта наверно уже. Мод. Хулиган. Россия. Play. 15. 5. Бострее еще надо весить. 3 и 2. 2 секунды. Ну вообще если не допустим не добавлять не то чтобы если не пытаться добавлять каждое прохождение допустим плюс рокет ну к своему допустим там за фейл или что-то еще не получилось но это как минимум уже рост потому что допустим сделали плюс рокет это уже больше скорости это уже лучше тайм это уже получается выше скилл ну грубо говоря я просмотрел у него было были по-моему затупы большие на подборе батл свита ну да я не помню да вроде бы так везде неплохо так просто чистенько так же прошел. Торнер. 15.8. Play. 17.8. 8. Ну что Торнер давай. Зацепился. Сбросил скорость. Делал буст. Ой хорошо очень повернул. Да через верх проходил. Немножко зацепился. Ооо вот это немножко. Немножко это он секунды три наверное потерял. 2 секунды три наверное потерял. Это плюс он же начал еще набирать скорость с нуля по идее. То есть это ну реально это секунды три наверно ты просто взял и отдал никуда. У пса Беларусь Минск. Play. На 400 побыстрее. Спиной. Весп стайл. Он всю Карла спиной. Да 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 я хочу это видеть реально. Ай повернулся. Чтобы дальше проходить. Ну да да да. Так все. Ой хорош. Хороший пса. Отдельно тебе просто зачет ты спиной прошел быстрее чем Торнер. А Торнер кстати я тебя ругать буду за такие демки. Потому что за тупыми вот такие демки присылать не надо. Надо присылать свой максимум. Надо играть. Участвовать. На максимум. Показывать себя как можно лучше. Дальше. Хаб Россия. Точно он дальше? Да точно он. Той. На 500 побыстрее. Не ну спиной конечно вообще классно. Эффектно смотреть. На. Тоже как ни покой. Спиной прийти. Просто так. Да ну кстати неплохой. Концовка неплохо у него. Рокет спамал все стены. Он в начале не сделал буст. Но бусты сложная вещь. Птица. Ну и. Как говоришь. В самом начале где-то стараться побольше скорости набирать. Ну да. Какие-то техники для газ бусты не хватило. Граунд буст. Или газ буст какой-нибудь. Граунд буст. Граунд буст. Газ буст это. Начали называть когда газ его обнаружил. Но вообще это граунд буст. Ну да. Так. Это был. Пап. Да? Следующий. У. 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 Хочется сказать какая-то Удмуртия. У. 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 Вроде везде, где только можно. По всей стене. Ну, очень хорошо прошло, я думаю. Хокс! Кого я вижу? 15,8. Виталька. Постаре на полсекунды. Плей. Еще один кусокамерник Энтера. Заклановец, что-то играет. Посмотрим. Хокс играл очень давно. Неплохие бусты. Плохой перелет. Проходил через низ, а не через верх. Лаги. Ну да. Магус, выросли. Я даже не знаю. Ну так, ну, прошел. Хочаще спамить и побольше бустов. Посоветуй, бусты. Рокет есть, делай бусты, бусты. Хорошо, дальше. Avenger. Avenger ведь? Да. Второе место. Плей. Побыстрее на 500, на 600, чем Хокс. Avenger, он же ES Роди. Он же старичок. Зачем он ник поменял? Был нормальный ник. А он, это, всегда Avenger, у него демки в Avenger спишутся. А, о, ты видел как, да? Ну, от рампа он отскочил очень классно. Очень хорошо придумал, очень классно. Дальше. Первое место. Мил, Белоруссия. Записано в онлайн демка, play. Поздравляем тебя, мил, с победой в ЦПМ-физике. А в ВК-3 поздравляем кетом, но он вряд ли посмотрит, поэтому и... Пусты, ракет спама, все стены. Перелет, прохождение через верх, буст, полу-буст какой-то получился. И промокнулся одним ракетом, но быстро прошел. Ну, очень. Вот тут вот, кстати, мне кажется, он немножко занервничал, потому что видел плюс. И не все стены... Ну, давай еще раз посмотрим с таймскейлом 0.5. Сейчас я поясню. Скейл 0.5, Enter. Так, секунду. А-а-а. Готов? Да. Play. Сейчас я покажу этот момент, где... Мне кажется, начало при подборе Болтусвиты как-то по прыжкам хорошо выродил. Потому что он вот здесь вот очень много времени потратил. Дальше, в принципе, ракет спам, ракет спам, 3 500, 2 800. Можно было побыстрее. 3 000, нормально. А-а-а. 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 Много потерял, так что, думаю, мог быть 14,9, ну, как минимум. Так что, милая работа. И, в принципе, движения хорошие, резкие, но нужно вот почетче, надо вот за этим прямо следить. Ты наверняка как бы интуитивно стреляешь, мышку дергаешь, но надо следить за этим, чтобы рокеты были более четкие. Чтобы они давали максимум скорости. Есть еще демка, которая прислана после дедлайна от Меркина. Без. Ну и посмотрим, с темпскейл или без. Без. Э-э-э, темпскейл 1. Так, секунду. 13,8. Был бы на первом месте, если бы вовремя послал. Да. Да, вот почти такое же. Роман там бус сделал, я не заметил. Похождение через верх. Правильные рокеты от всех стен. И финиш. В принципе, отлично прошел. Да, неплохие ячейки по сравнению, по отношению к моим, у меня 14,0 в онлайне. Но, судя по всему, можно 13,7 еще выжимать. Так, сейчас я забнусь в браузер. Так. Вот он. В принципе, здесь видно, кто какое место занял. Вот она, демка опоздавшая. И вот здесь можно скачать все демки, если кто хочет. Угу. Проходил он с 18 по 25 марта 2017 года. Вот она, карта. В подтверждении, Джан написан с вопросиком. То есть, известно, что ли, точно? Ну, да, Якс, видимо, точно не знал. Хорошо. Но он, как бы он не скрывал, просто он не указал, так сказать. Ну, Джан просто не указал, что он маркет. Ну, 3DF fork, сейчас я сам посмотрю. А, надо поиску 3DF fork. Пишечка. Не, не, там он не указал. Нет, нет. Ну и поздравляем. Ну, в принципе, мило с, получается, с овчаркой, даже топ-2 топа в Беларуси. Автор Rocket Launcher. Да, да, да. Поздравляем Мило, поздравляем Кето. И участвуйте. Остался один день уже. Да. Когда видео зальется, останется несколько часов, наверное, уже. И целые сутки. Да, сейчас Competition de France Pred идет, в котором есть кето, гранаты и риф еще. Присылайте демки, будем ждать, будем делать обзор по этой карте. Ну, в общем, всем удачи. Да, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok